Хашим Мастур некогда считался одним из самых перспективных футболистов планеты. Его нарезки скиллов на ютубе набирают миллионы просмотров. И летом 2012 года Милан приобретает его за 500 тысяч евро в молодежную академию в качестве будущей звезды. Спустя два года, когда ему исполнилось 16, он подписывает свой первый профессиональный контракт, снимается с неймаром в роликах и достигает пика своей популярности, готовясь зайти на футбольный олимп. Но красивая обертка раскрывается, и из Милана Мастур едет в аренду в Малагу, где проводит одну игру. Затем в Зволе и далее по нисходящей, оказываясь по итогу в середняке марокканской лиги, где играет уже год. А кто еще, имея хорошую карьеру, имя на слуху и большое будущее, сдулся и стал посмешищем? Это топ-10 игроков, которые были героями, но стали посмешищем. Десятое место. Кака. Рикардо Изаксон Дус Сантус Лейти. Более известный как Кака. Блиставший в Милане столкнулся с рядом проблем, которые повлияли на его игру после перехода в Мадридский Реал в 2009 году. Первым и, пожалуй, самым значимым фактором стало его физическое состояние. В Милане Кака часто страдал от травм, особенно травма колен. После перехода в Реал эти травмы продолжали преследовать его. В частности, он перенес операцию на колени в 2010 году, которая заставила его пропустить значительную часть сезона. Постоянные травмы лишили его возможности регулярно тренироваться и набирать оптимальную форму, что существенно отразилось на его игре. Вторым фактором стала адаптация к новому клубу и его системе. В Милане Кака был ключевым игроком, вокруг которого строилась игра. В Реале же ему пришлось адаптироваться к другой тактике и стилю игры, что требовало времени и усилий. И, наконец, психологическое давление, ставшее финальным аккордом его блистательной, но затухающей карьере. После покупки игрока Реалом за 55 миллионов евро, одна из самых крупных сделок Реала на тот момент, на Кака оказывается давление, как на надежду клуба. Но ввиду его робкого, спокойного и набожного характера, оно сказалось на его уверенности в себе и способности демонстрировать свою лучшую игру. 9 место. Гаррет Бэйл. Человек, совершивший легендарный забег в финале Кубка Испании с Барселоной в сезоне 13-14. Фантастический атлет, член атакующего Триева Мадрида, ставшим легендарным, но оказавшийся под конец карьеры без мотивации, уставшим от футбола и относящимся к нашей с вами любимой игре, как к простой работе с очень большой зарплатой. Бэйл начал свою карьеру в Саутгемпене в сезоне 05-06, после чего 25 мая 2007 года его покупает Тоттенхэм за 5 миллионов фунтов. И 1 сентября 2013 года за 100 миллионов фунтов переходит в Реал Мадрид, становясь при этом самым дорогим футболистом за всю историю футбола. История была красивой. Долгое время Бэйл показывал свой лучший уровень, помогая Реалу добиваться титулов. Но, как это часто бывает, травмы мешали Бэйлу в полной мере наслаждаться своими лучшими футбольными годами. Также, вкупе с травмами под конец своего пребывания в стане сливочных, Бэйл начал конфликтовать с тренерским штабом и болельщиками, которые были недовольны его игрой. Его недовольство с Алари и Зиданом из-за игрового времени сильно сказалось на его мотивации к тренировке. В одном из интервью Марселло говорил, что за все время пребывания в королевском клубе, а это на минуту 8 лет, Бэйл не выучил испанский язык, из-за чего они вынуждены были общаться через переводчиков или же иногда жесты. Ну и, конечно, небезызвестная любовь Бэйла к гольфу, которая стала больше, чем к футболу и погубившая все то, над чем он старался так долго. 8 место. Александр Кокорин Кокорин родился 19 марта 1991 года в Валуйках, Россия. Его путь в футбол начался с детской спортивной школы, где он проявил свои первые навыки и таланты. В возрасте 17 лет он дебютировал за московской «Динамо», быстро заявив о себе как об одном из самых перспективных молодых нападающих в российском футболе. Кокорин выделялся на фоне других футболистов своей техникой, скоростью и голевым чутьем, став в 2011 году самым молодым игроком в истории РПЛ, забившим 10 голов в одном сезоне, что привело его в сборную. Пиком же его карьеры стали выступления за «Динамо» и последующий переход в «Зенит» за 8 миллионов евро в 2016 году. Завоевывая трофеи, получая немалую зарплату и успешно выступая на международном уровне, настал момент падения Александра Кокорина. Думаю, вы все понимаете, про что я говорю. Да-да, именно про тот злочастный случай в кафе с Павлом Мамаевым. В 2018 году Кокорин и Мамаев оказались в центре громкого скандала. Они были арестованы после драки в московском кафе, в результате которой пострадали несколько человек, включая чиновников Министерства промышленности и торговли России. Это происшествие стало началом серьезных проблем для Кокорина. В 2019 году он был осужден и приговорен к тюремному заключению. Его арест и последующее тюремное заключение нанесли серьезный удар по его карьере и репутации. Многие клубы отказались от сотрудничества с ним, а его контракт с «Зенитом» был расторган. После освобождения Кокорин пытался вернуться в большой футбол. В 2020 году он ушел в аренду в Сочи, где, как показалось, взялся за голову. Вернулся в форму, забил 7 мячей и после вполне успешной аренды подписал контракт со «Спартаком», будучи свободным агентом. После неплохой, но не самой результативной игры за красно-белых его приглашают в серию А, в Ферентин, который на секундочку является крепким середняком итальянского чемпионата, регулярно участвующим в Еврокубке. Но либо слабый характер, либо потеря мотивации, либо недостаточный уровень игры не дают Кокорину закрепиться в составе Фиала, и он отправляется в Варис, на Кипр, где играет и по сей день. А как бы все было, не пойдя Сане в это злосчастное кафе. Жалко. 7 место. Алексис Санчес. Имя Алексиса Санчеса стало на слуху благодаря переходу из Удинеза в Барселону за 26 миллионов евро в 2011 году. На тот момент Барс собрала его в основной состав, так как в предыдущем сезоне он показал отличную результативность, забив за Уди на 12 голов и сделав 7 голевых передач за 31 матч. Но, как это часто бывает, начало его карьеры в Каталонии было неоднозначным. Несмотря на выигранные трофеи, Суперкубок Испании и Европы, он получил травму после первых матчей в Ла Лиге и пропустил 2 месяца игры. Однако, после возвращения на поле в середине ноября, он продолжил показывать высокие результаты, забив 15 голов и сделав 11 ассистов за первый сезон в Испании. Сезон 12-13 не был настолько ярким, но он помог каталонцам заевать чемпионство в Лиге. Особенно выделялся сезон 13-14, когда в Барсу пришел Неймар. Вместе с тем, Санчес продемонстрировал лучшие результаты как в клубе, так и в карьере в целом, забив 21 гол и отдав 14 ассистов за сезон. В июле 14-го Арсенал официально объявил о покупке Алексиса за 35 миллионов фунтов. Санчес же не сбавил темп. Он продолжал впечатлять своей игрой в АПЛ, забив 16 голов и отдав 8 ассистов, становясь ключевым игроком команды и помог пушкарям выиграть Кубок Англии, также параллельно став лучшим игроком чемпионата по мнению болельщиков. Однако и сказка в Арсенале тоже закончилась. Казалось, что Санчес, играя за Арсенал, был ленив, полон тоски и будто потерял радость в футболе. Несмотря на это, он смог забить 7 голов перед приходом зимой 2018 года. После этого пошла череда не самых благоприятных переходов для его карьеры. Этап в МЮ – сплошной кавардак из скандалов, интриг и получения огромной зарплаты. Самый большой в клубе – внимание, 450 тысяч евро в неделю. При соотношении цена-качество этот трансфер в МЮ можно считать одним из самых провальных за всю историю существования клуба. В январе 2019-го он перешел в Интер на годичную аренду. Затем полноценный переход в Таннер от Зури, но и этот этап оказался неудачен из-за частых травм. Шестое место – Алекс Сонг. В период выступления за Бастию, Алекс Сонг привлек внимание нескольких европейских грандов, среди которых были Интер, МЮ и Лион. Однако самый впечатленным оказался Арсен Венгер, который пригласил Сонга на предсезонный сбор в Австрии. Арсенал взял Сонга в аренду на сезон 2005-2006, где он дебютировал 19 сентября 2005 года у матча против Эвертона. Сонг вышел на замену места Фредди Юнберга на 86-й минуте при счете 2-0 в пользу его команды. 25 ноября 2005 года Александр дебютировал в Лиге чемпионов в матче против швейцарского Туна, выйдя на поле на 57-й минуте и помогая пушкарям одержать победу со счетом 1-0. В сезоне 2005-2006 он провел 5 матчей в чемпионате Англии. В июне 2006 года Арсенал выкупает Сонга у Бастия за 1 миллион фунтов и подписывает с ним контракт на 4 года. Все было хорошо, но в 2012 году неожиданно Барселона объявляет о договоренности по переходу Сонга в команду за 19 миллионов евро. Честно говоря, не совсем понятно для чего каталонцам был нужен Сонг, который посредственно выступал как в Арсенале, так и в арендах, когда у тебя есть такие исполнители как Иньеста, Хави и Бускетс. И после 39 игр и нескольких аренд в Эсхэм, Сонг оказывается в казанском рубине. Казалось бы, отличное подписание со стороны казанцев и РПЛ в принципе. Именитый футболист, поигравший в топ чемпионатах и самой Барселоне. Но как часто такое бывает, игроки, переезжающие в более слабые чемпионаты, не сильно повышают уровень. Из-за 2 года Сонг играет 22 матча, забивая при этом всего 1 гол. 5 место. Марио Балателли. Про буйный характер Балателли не слышал только ленивый и совсем уж далекий от футбола человек. Огромный талант, некогда надежда итальянского футбола. Сенсация Евро 2012, карьера которого, как тогда казалось, может сложиться не хуже, чем у Ибрагимовича. Но бесконечные скандалы, отбитый характер, вечно ищущие приключения пятая точка и бесчетное количество разогласий со всеми в клубах. Тут он по праву, и скажу честно, причина его попадания в топ на поверхности. Дисциплина. Дисциплина Марио помешала ему выйти на топовый уровень. Жозе Маурини давно в эфире ВТ Спорт вспоминал, что в перерыве матча с Рубином в Лиге Чемпионов просил Бала не реагировать на провокации и играть аккуратно. Дело в том, что Марио получил на 42 минуте желтую карточку, а заменить его было неким. В перерыве я сказал, Марио, мне неким тебя заменить, у меня больше нет форвардов на скамейке. Так что не трогай никого, играй только в мяч, не реагируй. Если мы теряем мяч, не реагируй. Если кто-то будет провоцировать тебя, не реагируй. Если судья ошибается, ноль реакции. 46 минута, красная карточка, вспоминает Маурини. Еще одна история из Манчестера. Балателли продолжил свою карьеру в Сити. И в целом этот трансфер можно назвать удачным. Тем не менее, практически сразу Марио начал проявлять свой характер. Ну и конечно же было бы неправильным не сказать о его легендарном праздновании на Евро 2012. Балателли ярко себя проявил в премьер-лиге и заслуженно получил вызов национальную команду Италии на Евро. Европейский турнир в Украине и Польше остается в памяти, как тот самый момент, когда дубль Марио в ворота сборной Германии навсегда оставил след в истории футбольного комьюнити. Та самая поза, то самое выражение лица, тот самый взгляд. Уже 12 лет этот мем держит высокую планку в футбольной среде. И все это Марио Балателли. Человек, обладавший непомерным талантом и эгом, который ему мешал. Четвертое место. Тима Вернер. Спад в игре Тима Вернера после его перехода из РБ Лейпс в Челси в 2020 году можно объяснить несколькими важными факторами. Первым фактором, конечно, является тяжелая адаптация к чемпионату. Часто случается, что игроки, приходящие из Бундеслиги в АПЛ, очень долго привыкают к физическим стандартам английской премьер-лиги. Плотная оборона, высокому темпу с более жесткой борьбой, чем в немецком чемпионате. Примером тому также может быть Кай Хайвертс, не нашедший себя в том же Челси, однако справившийся с адаптацией. Сама Бундеслига чуть более открытая в плане плотности обороны и заточенная на атаку, что очень хорошо для таких игроков, как Тима Вернера. Возможность маневрировать, менее плотная опека, высокий темп – все это представляло возможность забивать Вернера, но не в Челси. При различных тренерах Челси, Фрэнк Лэмпорт и Томас Тухель, Вернеру приходилось адаптироваться к разным тактическим схемам и требованиям. Его роль на поле могла изменяться от центрального нападающего до левого вингера, что также усложняло задачу. Он не всегда играл на своей предпочтительной позиции, что влияло на его эффективность. Все эти перестановки дали ощутимый эффект на уверенности Тима, который не только не мог найти себя на поле, но и будто потерял себя как футболиста. Промахи, перекладины, штанги – все это последствия потери уверенности в своих галиадорских способностях, постоянные смены позиций, тренеров и хаоса, который творился вокруг него. Он, безусловно, талантливый нападающий, которому, скорее всего, просто не подходит стиль английской премьер-лиги. После его перехода из Челси обратно в Лейпциг, за 30 матчей Тима забил столько же голов, сколько за два года в стане аристократа. Сейчас же Вернер находится в аренде в Тоттенхэме, где провел всего 13 матчей и забил 2 бурона. Совпадение? Не думаю. Третье место. Наконец мы подобрались к топу 3. И открывает этот топ Фернандо Торрес. Капитан мадридского атлетика в 19 лет. В 23 самое дорогое приобретение Ливерпуля. В 25 самый дорогой актив скаузеров и один из лучших форвардов АПЛ. В 28 самый дорогой лавочник в Челси с ценником в 50 миллионов евро. А в 30 постепенно уходящий на пухой футболист, доигрывающий недолгую, но отличную карьеру. Карьере Торреса отлично бы подошло определение вспышка. История, честно говоря, очень похожа на историю Вернера, который также недолго находился на пике и удивительно похоронил карьеру в Челси. Однако есть несколько оговорок. 82 гола за 214 матчей в Атлетик Мадрид, 65 мячей за 102 матча в Ливерпуле и 20 забитых голов за 110 мячей в Челси. Форвард убийца в Ливерпуле, которого можно ставить в один ряд с Пипо Инзаги. И разрушитель атак Челси в самом же Челси, который лишь с вселенской помощью мог забить мяч в ворот. Вот два кардинально разных описания одного и того же человека, одного и того же игрока, который играл на одной и той же позиции. Доявление от суммы перехода, надежды, травмы, недопонимание с тренерами – это самые обыденные вещи, мешающие тем или иным футболистам. Они же и помешали Торресу, действительно грациозному игроку, с инстинктом убийцы. 2 место. Поль Погба. Чемпион мира дисквалифицирован на 4 года за употребление допинга. Еще буквально несколько месяцев назад можно было встретить такой заголовок у всех спортивных изданий, трубящих о Поле Погба. Я думаю, что будет правильно сказать о том, что Поле практически завершил карьеру футболиста, ввиду того, что ему уже 31 год и дисквалификация закончится, когда ему будет 35. Что даже по современным меркам уже весомый возраст для футболиста. Сегодня мне сообщили о решении национального антидопингового трибунала. И я считаю, что вердикт не верит. Я опечален, шокирован и убит горем, что у меня отняли все, что я построил в своей профессиональной карьере. Когда я буду свободен от юридических ограничений, вся история станет ясна. Но я никогда не принимал сознательные или намеренные никаких добавок, нарушающих антидопинговые правила. Как профессиональный спортсмен я никогда не делал ничего, чтобы улучшить свои результаты за счет использования запрещенных веществ. И никогда не проявлял неуважения и не обманывал товарищей спортсменов и болельщиков команд, за которые или против которых я выступал. В связи с объявленным сегодня решением я буду обжаловать его спортивным арбитражным суде. Написал Погба в своих соцсетях. Действительно отличный футболист, отличный полузащитник, обладавший красивым и точным пасом, отлично видящий поле и помогающий регулировать игру. Хоть спад в его карьере и начался раньше, чем случился скандал, еще со времен второго пришествия в Мью, когда начали появляться мышечные травмы, из-за которых пропускались влажные игры, но все равно он оставался очень качественным игроком. Хоть Погба и говорил, что не принимал допинг сознательно, но, как говорится, незнание не освобождает от ответственности. Сознательно или нет – другой вопрос, на который может ответить только он сам. Мы лишь являемся свидетелями, наблюдавшими за концом хорошей карьеры, и остается только догадываться, знал ли он про допинг или ему подкинул. А вы как думаете? Пишите в комментариях. И, наконец, первое место – Эден Азар Прима. Вот так можно описать время Азара в Челси. Элегантность, координация и техника, изредка оставляющая даже Месси позади в плане статистики. Потрясающее видение поля и неоценимый вклад в игру. Именно эти качества оценил Форентин Пейерс перед покупкой Азара в Реал. Не представляю, с какими мыслями владелец Реала ложился спать в ночь на 1 июля 2019 года, перед подписанием контракта с Эденом. Это должно быть феноменальный трансфер для сливочных. Огромный скачок в качестве атаки, замена Роналду на поле. Но этого не случилось. Случился чуть ли не самый провальный трансфер в истории, не уступающий переходу Каутиню в Барс. Вы только вдумайтесь, за 4 года в Реале Азар получил 18 травм и пропустил почти 500 дней. Это полтора года. Чтобы вы понимали, как сильно все было запущено с травмами. Первая травма Азара случилась в предсезонке в первом же сезоне, спустя чуть больше месяца после презентации, на которой он появился с явным лишним весом. Кстати о лишнем весе. Я думаю, что любовь Азара к бургерам примерно такая же, как у Бейла к гольфу. Когда же бельгийца упрекали в лишнем весе, он отмахивался. Не вижу проблем. В отпуске я люблю отдыхать по полной. Из-за особенностей организма быстро набираю и теряю вес. На самом деле, оценивая карьеру Азара, кажется, что это какой-то новый фильм Нолана, где одни события резко сменяются чем-то сюрреалистичным, достигая апогея, несуразности и противоречия. Вот ты лучший в составе топа АПЛ, тебя покупает лучшая команда мира, в надежде вместе выиграть Ла Лигу и Лигу Чемпионов. А спустя мгновение, ты теряешь в цене 115 миллионов. Входишь в топ из самых неудачных трансферов и заканчиваешь карьеру, будучи травматичным любителем бургеров с потрясающей, но потерянной карьерой. Вот такой получился топ. Пишите комментарий под видео, кто, как вам кажется, должен был оказаться в этой подборке. Спасибо за внимание. Любите футбол. С вами был канал История Футбола. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok